Всем привет! Сегодня у нас 6 марта. В датах путаюсь постоянно. Хотя бы в году не путаюсь. 15-й год. И вот такой обзорчик сделаем по детским площадкам в пределах 10 минут ходьбы от дома. Встретил суперменшу Елену. У нее есть ребенок. Ну и я думаю, что она ходит на площадке с Ваней, да? Да. Моего сына зовут Ваня. Ходим мы на площадки. В отличие от российских площадок стран СНГ, израильские площадки, во-первых, отличаются большим количеством в районах. И к тому же они обычно очень хорошо оборудованы. Найти сломанную горку или сломанную качель очень сложно. Но можно. Но можно, но сложно. Их, кстати говоря, максимально стараются быстро чинить. Много раз замечала. Горка сломана. Например, в горке дырка. Приходишь где-то через недельку. Уже дырки нет. Ее пластиком аккуратненько заделали. И все четко, да? Да. Тут даже, на самом деле, иногда бывает на площадках стоят плакаты, где есть телефон на компанию, которая обслуживает. Якобы можно позвонить и пожаловаться, что что-то не так. Они приедут, починят это все. Плюс еще, отличительной чертой из райских площадок является то, что стараются у них делать мягкие настилы. Ну да, вот как вот здесь резиновая история. Чтобы если ребенок даже и упал, а дети падают. Это обычная история. Чтобы не было так это больно и травматично. Или же песок насыпают, как вот там, например. Там у нас песочная площадка. Которые любят ходить в котики. Что еще? В пределах дома где-то... Сейчас, Ваня, сния. Три площадки в пределах 10 минут ходьбы. Вот так вот от дома. Да, вот здесь. Причем очень спокойным шагом вообще. Да, то есть не напрягаясь. Плюс еще. На детских площадках в Израиле очень часто идут разделения по возрасту. Обязательно есть какая-то небольшая горочка и площадка для совсем малышей, как вот там. Типа вот эта? Да. Остальные уже для детей постарше. И там, где площадка для детей постарше, всегда стоят таблички о том, что запрещено отпускать ребенка до 6 лет без присмотра родителей. Обязательно должен ребенок быть с родителем, быть под присмотром. Вот там целая конструкция. Паутинка ее дети называют. Очень такая... Я даже там участвовал в этом... Да, вот мой Ваня там сейчас пользует. Супермен. Семейка супермен. Что я еще хотела сказать насчет детских качелей. Здесь также предусмотрены для разных возрастов. Есть качели обычные, где просто перекладина и цепь с двух сторон. И есть качели для совсем малышей, где есть ограждение со всех сторон, что ни при каком раскладе не может оттуда вывалиться, упасть и так далее. Ну, тебе нравится, в общем, я так понимаю. Мне очень нравится. Плюс еще мне нравится то, что стараются максимально, но далеко я, конечно, не во всех, либо располагать площадки в тенистых местах, либо натягивать тент, чтобы летом не сойти с ума от жары. Надеюсь, я обойду эти все три площадки в ближайшем доступе, чтобы как-то сравнить. Они обычно все друг на друга не похожи, как-то пытаются разнообразие вносить в детскую жизнь. Вот, туда дальше есть вообще большая, она под тентом, площадка. Я думаю, сходим чуть попозже. Сделаем для вас такой обзорчик еще один. В этом же видео, надеюсь. Еще одна детская площадка. Она, конечно, поменьше, как видите, да? А вот, сегодня выходной, и народ тусит, погода хорошая. Лавочки для родителей. Что? Да, на полу какие-то разукраски прыгать, считать и все такое. Качельки, мочельки, горочки. Скромно, но зато удобно. Даже вот такая вот вещь есть. Вы ее, наверное, уже видели. Там на канале видео есть. Жизнь в Ульпане. Мы на ней катались, сделали видео такое небольшое. Вот. Ну и горки, опять же. Пойдемте теперь на большую площадку. Посмотрим, что там. Вот, она там гораздо больше. Вот одна из больших ашкелонских площадок детских, да? Тренажеры для пенсии. Детишки пытаются на них что-то сделать. Для велосипедов стояночка. Вот. От дома получается 15 минут таким ненапряжным шагом. И мы на самой большой, наверное, ашкелонской площадке. Ну, больше я, по крайней мере, не видел. Вот. Пенсионные тренажеры. Детям тоже интересно. Ну и давайте пойдем на площадку, посмотрим, что тут происходит вообще. Через клумбу, я думаю, меня пропустят. Тут, видите, тент с одной стороны натянули, чтобы не так жарко было. Особенно летом. Но летом, днем, никто не приходит. Это утро, вечер, летом. Для детишек. Точнее, для их родителей. Опять же, скамеечки. Самую большую площадку детскую я видел только в этом. В Ашдоди. Там она вообще как городок такой. Качеля. Вот такие вот городки маленькие, детские. Ну, как по мне, очень круто. Тоже паутинка. Всякие вот такие вертушки есть. Вот девчонка сидит. Очень прикольная. Я даже на ней пробовал крутиться. Но через какое-то время начинает тошнить. Нетренированного человека. Из нержавейки, как видите, все так довольно добротно. Вот. Ну, на этом мы заканчиваем обзор детских площадок в этом видео. Желаю вам счастья, успеха. Вот. Счастье все-таки первично. Будьте счастливы. Пока. Пока.